В его коллекции полсотни книг. Муравлёв Анатолий Степанович, биограф. Он пишет о людях, которые жили на Алтае. И сегодня его читатели знают, что тёща Ленина родилась в Барнауле, а жена Горбачёва в казарме Рубцовска. Я нашёл двоюродную сестру Раис Максимовны в селе Веселая Распожилая женщина, за 80 далеко. Анатолия Николаевна говорит, ты что не знаешь, где дядя Максим работал? Вот там она и родилась, говорит он. Я говорю, где там-то? Ну в казарме. Я говорю, не понял, в какой ещё казарме. Чего не знаешь, что такое казарма? Я говорю, ну так догадываюсь, что это же дорожный разъезд. Анатолий Степанович шутит. Книгу «Вожди и женщины» писать начал ещё в 80-х. 40 лет он пробыл в архиве. Туда советский журналист шёл после работы. Сегодня Муравлёв писал в историю Алтая военных, министров и даже президентов Польши и Тайваня. Это Войцех Ярузельский, Польша, который проживал в 42-м году, до 42-го года на Алтае там несколько лет. Вместе с семьёй в Бийске, в Турачаке. И Дзяндзинго – это президент Тайваня, который здесь работал в 30-е годы, угадаетесь трёх раз, никогда не угадаете, ассенизатором. Книгу о генералах поклонники так и не прочтут. История оказалась жуткая, в 90-е постыдной. Работа над материалом стала игрой с совестью. Тёща Ленина была куда лучше. Она, правда, родилась в Барнауле. Её отец Василий Иванович Тистров, он работал в Сузуне, он работал в Павловске, он, по-моему, в Миногорске работал и в Барнауле. Горный офицер. Она курила. Ленин, естественно, не курил и её гонял попросту. Иди на улицу, кури. Книги Анатолия Степановича есть в библиотеке Шишкова. Скоро их коллекция пополнится. А пока биограф пишет о катаклизмах на Алтае, не только природных. Анастасия Наборщиков, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжение следует.